Посланник Аллаха в этом хадисе опередил величайшие научные открытия современной науки, медицины, здравоохранения. Он опередил этим своим изречением советы современных докторов, ученых. Посланник Аллаха говорит, «Алейкум би киямин лаил». «Алейкум», то есть, «держитесь». «Алейкум», говорит посланник Аллаха, когда он настойчиво нас призывает к чему-то, «Алейкум би киямин лаил». Старайтесь не пропускать ночную молитву, молитву, тахаджуд. «Фаинна худа буссалихина каблякум». «Ваистину, эта молитва – традиция праведных, которые были до вас». «Ва курбатун илля Аллахи та'аля» «И приближение ко Всевышнему Аллаху». «Ва манхатун анил ифм» «И отдаление от грехов». «Ва такфиру лиссайиат». «Это искупление вашим проступкам». «Ва матрадатун лидда и анилджасад» «И отгоняющая болезни от тела». В одном из медицинских журналов, изданных на Западе, западные ученые собрали в этом журнале ряд советов, которые могут быть подручными для каждого и которые вносят очень серьезную лепту в сохранение его здоровья. Они что говорят? «Ночное пробуждение и омывание конечностей своего тела и легкие движения у себя дома могут защитить человека от инфарктов и инсультов и ряда других болезней, смертельных случаев, которые связаны с сердечно-сосудистой системой». Но разве эти ученые не об этом сказали спустя 1500 лет назад, когда посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассаляма сказал, что проснуться после того, как мы уснули и встать, сделать омывание, совершить двухракатную молитву и дальше продолжать спать. Это очень элементарно объясняется тем, что вы знаете, когда человек очень долго спит, происходит застой кровообращения и вся нагрузка в циркуляции нашей крови остается за одним сердцем. Сердце качает, вращает нашу кровь по всем нашим конечностям, по всему нашему телу. И слишком непрерывный долгий сон, он вреден для нашего организма, согласно мнению многих современных ученых. И когда ты встаешь ночью после того, как ты вступил в глубокую фазу сна, потом ты встаешь, делаешь этот тахаджуд, ты помогаешь собственному сердцу, которое тем самым предотвращает застойные процессы в собственном организме. Ты помогаешь своему сердцу, ты включаешь другие механизмы, которые двигают кровь по своему телу. И это самое лучшее, одна из лучших профилактик для тех людей, которые болеют сахарным диабетом. Но мы, аль-хамду лилля, не будем поклоняться Всевышнему Аллаху ни ради нашего здоровья, ни ради чего-либо. Мы будем поклоняться Всевышнему Аллаху, ради довольства Всевышнего Аллаха. Почему я эту тему затрагиваю? Потому что мы очень халатны к собственному здоровью. Я хочу показать вам, насколько, какое место в религии занимает наше здоровье, как Всевышний Аллах заботится о нашем здоровье и как мы губим собственное здоровье. И как мы халатны и безответственны к собственному здоровью. Мы ожидаем, что, думаем, что наши деньги и современное здравоохранение нас спасет от наших болезней. И мы думаем, вот когда что-то произойдет, вот тогда я что-нибудь и сделаю. Вот это наша ошибка. Ученые ислама говорят, один диргам, потраченный на профилактику, гораздо выгоднее и лучше, чем платить золотые монеты на лечение. И поэтому Аллах в Священном Куране говорит, когда Он повествует об Ибраиме, который, обращаясь ко Всевышнему Аллаху, Он говорит, Он тот, который мне дарует пищу, Он тот, когда я голоден, дарует мне питье. А когда я заболеваю, Он меня исцеляет. В этом аяте есть указание на то, что большинство болезней по собственной нашей вине произойдет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok